2020 год. Это разрушенный Агдам. Испанская журналистка назвала Агдам Хиросимой Кавказа. Это разрушенный Физули. Это Джебраил. Это Зангелан. Это Губадлы. Это Лачин. Это Кельбаджар. И еще 300 населенных пунктов на общей площади в более чем 10 тысяч квадратных километров. Такой вид они приняли в результате 30 лет армянской оккупации. Эта ужасающая картина чудовищного варварства открылась после того, как в ходе Второй Карабахской войны земли Азербайджана были наконец освобождены от вооруженных сил Армении. История человечества такого вандализма еще не сдала. Ни во время Первой и Второй мировой, ни любых других захватнических войн. Однако эти преступления, эти преднамеренные разрушения культурных и исторических объектов Азербайджана никак не осудили ни мировая общественность, ни ЮНЕСКО, ни Совет Безопасности. Разрушено 63 из 67 мечетей, а также Русская Православная Церковь в селе Куропаткино Ходжавенского района. Разрушены и разграблены музеи. Это руины на месте уникального музея хлеба в Ахдаме. Вот все, что осталось от усыпальницы карабахских ханов. В руины превращен дом поэтессы, дочери карабахских ханов Хуршудбану Натаван. 750 тысяч человек коренного населения было изгнано. Самым чудовищным эпизодом этих этнических чисток стал геноцид Ходжалы, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года было убито 613 человек. Еще раз подчеркиваем, что уничтожались и осквернялись не только мусульманские, но и христианские памятники. И это особо весомый аргумент для тех, кто хочет примешать к конфликту религиозную составляющую. Сирийская Пальмира, основанная в 1500 году до нашей эры, сумела выстоять 3,5 тысячи лет, окончательно пострадав только от рук ИГИЛ. Армянские же вандалы всего лишь за 30 лет так разрушили азербайджанские города, что по сравнению с ними меркнут даже самые кровожадные завоеватели прошлого. Так чем же террористы из Асала и Дашнак-Тютун отличаются от террористов из ИГИЛ? Это Монте Милганян, международный террорист, который разыскивался сразу несколькими странами. Примечательно и то, что в отличие от тех же террористов из ИГИЛ, армянские оккупанты осквернили даже кладбище, где выкапывали могилы. То есть, по сути, они воевали с мертвыми. Общей между ИГИЛ и армянскими террористами в Карабахе является именно политика намеренного уничтожения культурного наследия. И храмы Пальмиры, и театр в Агдаме, и статуи Будды в Бамиане, и мавзолей Вагифа уничтожали намеренно, без какой бы то ни было военной необходимости, исходя из собственных идеологических представлений. Террористы из ИГИЛ не желали видеть на подконтрольной территории ничего, что не вписывалось бы в их представление о всемирном халифате. А армянские террористы уничтожали все, что хоть как-то напоминало о принадлежности Карабаха Азербайджану. Театры, музеи, картинные галереи и библиотеки, которые несли в массу азербайджанскую культуру, школы, где учились дети, мечети, где молились люди, и дома, где семьи говорили на азербайджанском. Так в чем же причина такого молчания? В двойных стандартах, в исламофобии. Ведь чем дольше длится это молчание, тем больше возникает неприятных догадок. Ведь данное молчание можно интерпретировать как поощрение вандализма. Однако ЮНЕСКО и мировую общественность все это, похоже, не беспокоят. Также это не беспокоит российских деятелей культуры, среди которых особенно бы хотелось подчеркнуть имена дирижера Владимира Спивакова, музыканта Бориса Гребенщикова, режиссера Александра Сокурова, писателя Захара Прилепина. Именно они, в числе других, выступили с эмоциональным воззванием к ЮНЕСКО, в котором выразили глубокую обеспокоенность судьбой памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха. Это воззвание было широко растиражировано ведущими российскими СМИ. Подчеркиваем, никаких фактов намеренного разрушения памятников с азербайджанской стороны не существовало и не существует. Однако уважаемые деятели культуры предполагают, что карабахское культурное наследие может ожидать та же трагическая участь, которая ранее настигла сирийскую Пальмиру. Ну что ж, мы показали, какой вандализм был учинен на азербайджанских землях за 30 лет армянской оккупации. Вот они, документальные факты, а не предположения. И если уважаемые российские деятели культуры готовы выносить столь тяжкие обвинения на основе предположений, то уж тем более они должны сделать заявление на основании задокументированных фактов. И СМИ должны помочь это заявление распространить. Однако все они упорно молчат по поводу армянского варварства и вандализма, а по сути терроризма.